Международный гуманитарный университет продолжает наращивать свой потенциал и в очередной раз подтверждает статус прогрессивного высшего учебного заведения нашего города и страны. Как известно, по инциативе президента Международного гуманитарного университета Сергея Кивалова вуз тесно сотрудничает с лучшими представителями бизнеса Украины. И вот приятный бонус такого сотрудничества. Одесская школа бизнеса ВЭИФ, а также современный медицинский центр «ПрактикМед» вручили стипендии пяти лучшим студентам университета, чтобы поддержать их старания в изучении интересной науки. На торжественном мероприятии побывала и наша съемочная группа. По инициативе президента Международного гуманитарного университета Сергея Кивалова представители бизнеса нашего региона продолжают взаимодействовать с самыми талантливыми и целеустремленными студентами. Так, ведущие компании города, такие как Одесская школа бизнеса ВЭИФ, а также современный медицинский центр «ПрактикМед» вручили пять именных стипендий лучшим студентам Международного гуманитарного университета, которые учатся на факультете права, экономики и кибербезопасности, а также факультете медицины и общественного здоровья. Благодаря инициативе президента Международного гуманитарного университета академика Сергея Васильевича Кивалова было принято решение приобщить в практической и теоретической подготовке самый передовой бизнес нашего государства. И вот сегодня уже представители бизнеса, это «ПрактикМед» и Одесская школа бизнеса ВЭИФ приняли решение вручить стипендии лучшим студентам Международного гуманитарного университета, таких специальностей, как экономика бизнеса и инноваций, медицина, международные экономические отношения, международное право, для того, чтобы поддержать и стимулировать лучших студентов. Стипендиями также поощрили студентов Медицинского института Международного гуманитарного университета, которые учатся по специальностям медицина, сестринское дело, физическая терапия, эрготерапия и гражданское здоровье. В УЗИ готовят специалистов, которые получают не только сильную теоретическую базу, а также, что сегодня немаловажно, стажируются в лучших медицинских учреждениях города, а также в медицинской клинике университета, тем самым нарабатывая практические навыки. В нашем университете студентам-медикам, по сути, предоставлена уникальная возможность работать рядом с местом учебы. У нас на базе нашего учебного корпуса функционирует университетская клиника, и в этой клинике студенты могут непосредственно после занятий или же в другое время работать с пациентами. Эти студенты, которые сегодня получили стипендии, это, по сути, наиболее лучшие студенты в плане успеваемости, в плане практической работы. Практически все из них уже работают в качестве помощников, врачей, медсестер, в различных, в том числе, в нашей клинике университета. И это очень важно, потому что на практике они могут освоить навыки, которые понадобятся в будущем по окончанию университета. Владелица бизнес-школы ВЭЙФ Рузана Арутянян вспоминает, как сама была студенткой и разрабатывала подобные проекты. Многие из которых уже реализовала. Она утверждает, что поддержка талантливой молодежи, а особенно их креативных идей новой формации, очень важна сегодня. Ведь от того, как мы будем поощрять молодое поколение, напрямую зависит их желание работать на благо нашей страны. То, что касается студентов МГУ, я влюблена во всех студентах. Но ваши студенты отличаются каким-то таким открытым взглядом, каким-то таким необыкновенным настроением. Мы сегодня с Александром Юрьевичем и Лютенко с практик медом дали пять стипендий. Но если мы с руководством вашего вуза, и мы благодарны руководству за те возможности, которые для нас открыли, и поймем, что это являлась хорошей мотивацией и достойным толчком для других, мы увидим новые проекты, мы увидим новые какие-то там работы, и поймем, что эта мотивация сработала, мы количество стипендий с радостью увеличим. Студенты факультета права, экономики и кибербезопасности говорят, что учеба в Международном гуманитарном университете им по душе. О выбранном пути не жалеют и уже сегодня разрабатывают проекты и бизнес-идеи, которые в будущем хотели бы реализовать. Сейчас многие студенты, они разрабатывают социально направленные проекты, и это очень важно, они ориентируются не на прибыль, а на помощь окружающим. Сейчас я разрабатываю два проекта, это переработка мусора, и второй проект, это мобильная стоматология. Мобильная стоматология, это специально оборудованная машина, которая приезжает к пациентам домой, где им удобно и дает стоматологическую помощь. Роль моего проекта была провести повную аналитику, аналитику таких данных, например, сервисы доступа, как Глова, Убер, або трекинговых сервисов, например, Новопошта, або другие Укрпошты, которые используют. И вот я собрала все эти данные, провела аналитику, рассказала про них и защищала этот проект. И на основе этих данных можно их использовать в бизнесе, можно эти данные использовать и для написания статей, и многое другого. Сегодня специальность медик довольно разносторонняя, утверждают студенты Медицинского института Международного гуманитарного университета. В 21 веке это не обязательно человек со скальпелем у хирургического стола. Это также администратор и менеджер. Будущие медицинские работники говорят, что выбранной специальностью гордятся и стремятся к знаниям, чтобы в будущем стать профессионалами своего дела. А Международный гуманитарный университет им в этом всячески помогает. Помимо учебы в УЗИ, я занимаюсь еще практической деятельностью. Я работаю у нас в клинике медсестрой. Пришла сюда на практику и как бы так получилось, что и понравилось, и зарекомендовала себя, и смогла остаться дальше работать, развиваться. Сегодня в УЗИ нам очень хорошо помогает. И эти стипендии действительно могут дать толчок в нашем развитии. В будущем я буду заниматься реабилитацией хворих, проводить ЛФК. Это комплекс прав, которые идут на восстановление организма. И также работать с людьми, которые имеют какие-то вады здоровья. Поступил я в Международный гуманитарный университет и был приятно удивлен. И после перехода на третий курс и с появлением профильных предметов, мое приятное впечатление только укрепилось. Преподаватели очень приятные люди, работающие врачи, поэтому дают нужную информацию. У меня был очень приятный преподаватель по хирургии, и он мне, так скажем, привил любовь к этой отрасли медицины. Я выступал на конференциях, получал грамоты, поэтому эта специальность показалась мне довольно интересной. Это, скажем так, эталон медицины, я считаю, и хирурги – это великие врачи. Представители бизнеса нашего региона продолжают поощрять талантливых и креативных студентов Международного гуманитарного университета. Наверняка столь тесная работа высшего учебного заведения и бизнеса в будущем сыграет важную роль в развитии ценных рабочих кадров для нашего региона и страны в целом.